Музыка 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 показать, что заваленных жалов не имеют восприниматься, так как это дезинформация в лошаде. Мы делаем сотрудничество, время для работы, и количество машин, конечно, уменьшаем. Но все можно со всеми, по любым причинам. Эти машины будут неплохо, больше, чем у них в правом поле, действительно, сложно работать, потому что генеральных законов нет. Те законы, которые мы с вами придумываем, на них мы не отбираемся. И в результате каких-то особых полицейских или еще каких-то нет, если учтить в нашем государстве. Поэтому мы эти вопросы совместно решаем в форме диалога. Поэтому если есть какие-то по отдельным маршрутам, совершенно верно, у нас есть комиссия ежедневно, работаем мы с Лугаром, ИВДД, это и пространство, это каждый день. Грома работает на линейке. И такие вопросы действительно есть, но они в процессе решения. Вы же понимаете, что этот хаус у нас уже не устраним, не понимая, где здесь мы теперь. Действительно. Я бы не с Кирилл противов, что стоит. Вы же есть непорядок изменения, расслуживаясь договора. Если нет у человека договора, они же мотивируют как так. Есть ли человек договор над дверью машины, есть ли вместе. Кто там рассчитает? Они между собой надберутся, кто знает, нет. Нет, мы расслуживаем договора, а действительно с теми участниками, кто нарушает тот количественный. Актов мы заметили, я предлагаю здесь мнение. Он не является присоставления, он не должен расписаться. Мы вносим предложение, если я уже зачитал, что без перевозчика акт составляется. А на сегодняшний день по решению 71-го должен обязательно перевозчика господи получить. Он игнорирует, не приходит, неизвестная. Безознаем его. Убираем этот акт, он будет сейчас без невозможно составлять. Реакт и разношение. Прощай. Андрей Иванович, у вас данное решение позволит улучшить работу. Ну, улучшить работу это очень достаточно. Надо кардинально работать и работать сейчас с перевозчиком. Вот если недостаточно нашей законодательной базы, мы не знаем, давайте будем разрабатывать какой-то федеральный закон, проект, подталкивать его дальше. Но в таком ситуации терпеть невозможно. Вы же сами все эти цифры говорите, мы смотрим, а повлиять никак не можем. Надо вызывать частного перевозчика, работе по каким-то правилам. Я услышал, я отвечу. В 2007 году апреля месяц, что за Думу был принесен в Государственную Думу и рассмотрен в первом чтении. Второе чтение должно пройти в апреле этого года, то бишь, что в ближайшие дни. Предварительно, рабочая группа комитета собиралась по транспорту в Государственной Думе, где выступали в том числе в этом сроку все представители. И о зарочных благословах сегодня Государственная Дума ставит перед собой задачу принять в этом договоре закон на земном транспорте, который будет определять полномочий орган в местном управлении, а дальше федеральный структур, где будет говориться о том, что обязанность перевозчика заключения курса в местном управлении, если нет такого договора, будут штрафные санкции. И на третий раз это связано, кто-то это связано автомобилем. Но это проект, и он будет с другим, и, возможно, какие-то изменения. Но обещает этот закон о том, что это закон о том, что это не будет. А поздравить, пожалуйста. Пожалуйста, мне вот это призывать ужесточение продуктов предпринимательства, в частности, на транспорте, в городе Русска, я считаю, это неверно. Порядок проводить надо. Но, по моему мнению, департамент транспорта, главы администрации, он как раз этим систематически и целенаправленно занимается. И призывы, вот, к жестоким коэффициентам Бера, я думаю, они преждевели, потому что изменения транспорта на обслуживании мы все с вами замечаем. Появились новые автобусы, большие вместимости появляются на дорогах и автобусы, большие вместимости. Это все, что на наших глазах сейчас происходит. И благодаря систематическим действиям департамент транспорта, мы начинаем поддержать его очередное напряжение, которое, ну, систематизирует количество их работ. Спасибо. Так, Алексей, пожалуйста. Слушаемые, ваше господи, в 2012 году мы принимали решение по поводу восстановления опускного решения 181 по конкурсам, для того, чтобы нам сделать, навести порядок к опуску жестким перевозкам для того, чтобы мы долго обсуждали, и в итоге мы приняли решение про ее опцион, у нас появились нормальные, не специализованные в истории и так далее. Но, к сожалению, сейчас, допустим, для того, чтобы принять это решение и, так сказать, повредительно отчтение, ну, я вообще считаю, что это, ну, патентский не правильно, в основном то, что, ну, хорошо, давайте принять это решение, примемочтение и его, в принципе, рассмотрим. Прямо хотелось бы понять, какие плюсы-минусы мы получили от этого решения. Да, мы видим, там, как в Казахстане, мы видим новый автобус. Вот, а сколько этот автобус? Сколько у нас еще находится в тени? Как мы пытаемся с ними по росту? Вот, мы приняли решение обоэлектронной системе оплаты. Вот, на крае-постановление, в Москве, это решение о единой универсальной электронной практике, которая должна именно универяться в пассажирских перевозках. Вот, я думаю, что мы иногда делаем быстрые, скоротимые решения, при этом не отслеживая, то есть, федеральное значение, федеральные условия, какие тенденции у нас для и будет. И я предлагаю все-таки сделать его в первом чтении. Вот это первое, что мы рассмотрели, когда мы находимся как-то детям, а уже в первое, второе чтение, это сложение в том, что мы поддержали чтение. Вот, включили в ответ, еще, я должен все-таки сегодня принять осмотрение, потому что сегодня мы первые публично отлучили. Это вот, когда мы будем делать, это будет, это будет, но я просто работаю, а потом, когда мы там учили, Поэтому, когда мы должны это вот, это не рассмотрение, а потом, когда мы любим, когда же нет, правда, в чтении. Вот, не плюс, еще добавим, что в России с первым решением может быть в порядке, и дают примитивость все для работы, поэтому имеет смысл предрежать, но могут то, что сказали эти доты про не готовность окончательного решения, может быть, осмотрение первой чтении на этом окрасочное решение, какое-то такое мы предложили, осмотрение первой чтении. Но от перевозчиков не жалуют ни к каким-то еще на реальнию, а не просто, чем продвестия партнерам, эти вопросы в Советского Союза и имеют все эти правы то, чтобы увеличить автобусы, большие инвестивности на маршрутах, просто просто присоединяем на все. Уважаем, мы тогда не завершаем? А, и Павелик, еще раз, пожалуйста. Поддерживается, что Троленко и Ефимова, и, в частности, академатно пересмотрено, будет, да, на лучшую сторону. В Советском Союзе было еще 300, но сейчас, где же лучше, решать вам. А по поводу того, что Ефим предлагает, действительно, с газями мы можем решать, каким образом? Они переселут на автобусы, в районе стеклостей, для общественного права, у нас не 600, а просто еще плюс. Здравствуйте. Игорь Михайлович, вы работаете с приобщем, да, у нас немало с этим решений, а в сон договора у нас нет, и еще наше 7 лет. Вот так. Я думаю, мы кримитировки, получается, у нас каждый год был договор, не буду ни за знания такого, что сейчас договор закручат, подпишут, а через год, опять, новое решение, опять новое действие, получается, мы на что-то рассчитываем, мы же на это и планируем, что жесткий станет сроки продать, как правило, и это, на счет этого, привлекает инвеститель в этот автобус. Сейчас, думаю, новый корректировок, выходит, потискал, пилки, вот эти, раздвигаясь по карту, вы думаете, ваше мнение? Для нового участника, договора, которая заключена, они будут действовать в этом. У всех, на следующий день, на долгах, 10-летний, на так. И он, правило, работает 10 лет, если он будет следует этим условиям, или 3 года, если у него газеты, в течение прежней, а уже прошло года, стало слабо, договор автоматически заявляющий свой действие. У кого средний вестимости, на том числе 6-летний контракт, с которым год уже прошел 5, осталось, но он может поменять на автобус, большой вестимость, в время автоматически поклониться, еще на 4 года, до 10 лет. Контракт, то есть это заложено в контрактности, мы еще не отбили только по понятию, еще один автобус до 8 лет, это который до 79, вы обратили внимание, которые были с городи, омские автобусы, высокие, водородные рельефтунки, китайские, волковые бусы, это наши российские оранжевые машины. Эти машины 70 мест, автобусы, мы посчитаем, что с партами, конечно же, неправильно было бы их верить, поэтому мы им контракт подписанных разделений, предлагаем подписанных разделений. Вот это мы можем. Все остальное, что с партами подписанных, наверное, не менять, не будет. Пожалуйста, прибыль. Я не верю, что у пункта 6.1.2 застрочное разрушение договора, что состоит на соглашение у второго. По пункту 6.1.3 следующий, застрочное разрушение договора, к алицетикой организатору, что переходы происходят в односторонний порядок. Как-то они могут дворить, но давайте мы посмотрим на теоретические кредиты. На самом деле у нас есть сроки расторжения, когда перевозчик работает на маршруте, по каким-то причинам, ну, в большей степени, по улучшениюсти. Нас уведомляет, отрабатывает месяц, и маршрут закрывается. Не забывайте, прекращайте работу. Официально положено, как разрушено, и руку. Давайте мы разъясним, да? Хорошо. Уважаемые коллеги, на все. Виталий, утрешник комитета, да? Да. Комитет рекорендует принять на вас интервалы решения. Там, где «семерка» ходила. Ольга Петрович, спасибо. Благодарю. Да? 22-й довольный. Вы просто рассматривайте один кусочек. «Семерка» она ходила по «Заозерной», пять машин с интервалом, каким интервалом? Получасовым. Ну, да, там получасовым. Получасовой. Сейчас будет 22-й ходить с 10-минутным интервалом, по «Заозерной». В Николаевку теперь пойдет 14-й. С каким интервалом? Что-то с 8-минутным. А «семерка» ходила с получасовым. Так люди выиграют или не выиграют? У нас просто непонимание возникает, ряда вопросов. И люди считают, что это негатив. Вообще любые изменения, они, как правило, встречаются негативом. Нужно время для осознания. Понимаете? И тот же 22-й, если он сейчас пойдет до Мецанчасти 9, там 107-й ходил с интервалом больше часа. Там 64, по-моему, минуты. Сейчас 22-й будет ходить с 10-минутным интервалом. Как вы думаете, люди будут к городу, Мецанчасти 9 и вот того нового поселка, который строится, довольный или нет? Я думаю, да. Но какая-то часть, конечно же, будет ущемлена. 68-й на этом участке ходил, и в большей степени людей этих интересовал, наверное, привокзальный поселок, в сторону вокзала, Пород Артур. Вот здесь не будет, выпадает. Поэтому мы и говорим, что 15% по нашим подсчетам будут недовольны, но 85% населения должно улучшиться обслуживание их. А вот еще хотела спросить, по 20-му маршруту будет ли увеличено количество машин? Потому что вот по утрам мне, как жителю, не очень хватает этого маршрута. Раньше было, мне кажется... По 20-ке пока в ближайшее время изменений не будет, но мы знаем проблему 20-ки. Нужны новые автобусы. Вообще на все оставшиеся маршруты нужно увеличивать количество автобусов, сокращать интервал и делать качество обслуживания лучше. В качестве обслуживания важно, чтобы вы с точки А в точку Б доехали быстро, комфортно. Правильно? Главное, чтобы меньше стояли на остановке. Поэтому этим сегодня мы занимаемся. Сокращаем количество маршрутов, сокращаем интервал движения на оставшиеся маршруты. Убираем дублирование. Вот такая ситуация сложилась. Вот в пятницу, да, вот эта гигантская пробка, когда люди добирались на работу по 2 часа, что и с одной стороны транспорта было маловато, общественного. Почему? Ну, вот по крайней мере... Это вам кажется. Вы просто, когда все стоит в пробке, вы стоите и ожидаете автобуса. Но автобус в доступности от вас в 100 метрах стоит в этой же пробке. Когда нет пробки, ну, конечно. В прошлой пятницу имеется в виду. Но вы же понимаете, по каким причинам это произошло. То есть неожиданно выпал снег. Гололед, ну, конечно же. У нас, обратите внимание, если в европейских странах люди реагируют по-другому, оставляют автомобили, садятся на общественный транспорт, у нас никто так не реагирует. Мы считаем, что все собственные автомобили защищены. Но ты занимаешь пространство достаточно большое. На этом пространстве может одновременно разместиться в автобусе 54 человека. Автомобили занимают примерно пространство от 18 до 20 квадратных метров с учетом расстояния до следующих автомобилей и боковых интервалов. Понимаете? А какие-то экстренные меры приходилось принимать в данной ситуации? Да, конечно, мы разворачивали автомобиль, автобусы, пытаясь сохранить интервалы, не доходили до конечных. То есть это обычная для нас процедура. Вы, наверное, обращали меня, когда в торговый центр автобус разворачивается, а драмтеатр выходит пустой. Это вот как раз эта ситуация. И многие другие. То есть мы пытаемся сохранять свои интервалы, конечно. То есть вы пытались... У нас есть, конечно, с каждым водителем связь. Но это сложно. Нужно выделять полосы для общественного транспорта и нужно уменьшать количество автомобилей. Я понимаю, что я сейчас говорю вещи, которые, наверное, мало кто поддержит. Потому что все мы хотим приобрести личный автомобиль, сесть в комфорте и двигаться. Ну, мы в городе живем. И город не может, конечно, удовлетворить желания всех. Поэтому нужно постепенно свыкаться с этой мыслью. Нужно использовать общественный транспорт для передвижения по городу. А легковые автомобили использовать в выходные дни, за город. А метро-траму, он решит эту проблему или нет? Ну, это не тема, не для этого разговора. Не для этого разговора, конечно. Разгрузит хоть немножко? Я не отвечу на вопрос. Этот вопрос очень сложный. Не в вашем видении. Ну и не обязательно в моем видении. Спасибо. Какой канал? Это бизнес-корс БК-55. Спасибо. 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 Спасибо.